кому ружьё отличное ружьё всего 300 тысяч да не ну 270 на сейчас но это новое но новая а так то ему-то 12 лет здравствуйте вы на канале мир от просто меня зовут алексей борода как всегда с нами андрей сегодня андрей привет привет и вот такая вот одно из его замечательных оружия андрей пожалуйста мы сегодня решили вам рассказать немножко сделать обзор ружья browning максус это такая очень рабочая лошадка полуавтомат от компании этому ружью 12 лет на сегодняшний день она в общем-то довольно послужившие мне побывала на гусиных охотах на утиных охотах зайчих охотах тонула в болоте вместе со мной благодаря ему я собственно как весну выгреб но вот оно было полностью все в грязи и в воде а было разобрано почищена смазана и уже много-много лет опять меня радует чем это ружьё отличается от пожалуйста я за счет ремарку хотел сказать ребятам кто не в курсе я тут подготовку читал же готовился я очень был шокирован вообще насколько крутой был человек сам браунинг да значит он в 1855 году родился то есть давно 180 лет назад за счет он 170 патентов сделал на оружие работал на винчестер работал на ремингтон организовал свое до браунинг вот это вот предприятие что на бельгийская потом работал у них там какие-то сокращения забыл как это называется вот оружейка тоже бельгийская то есть это американец по происхождению да там из многодетной семьи потом переехавший работавший в бельгии производивший там у них по моему сейчас там и есть офис кстати в бельгии города город херсталь есть в общем-то и да что он изготовлен как раз да кстати еще добавим что браунинг был первый человек на планете земля как генри форд в автомобилях да там то браунинг был первый кто зарегистрировал получил патент на винтовку первый человек на планете придумавший винтовку вот то есть я к чему все это рассказываю потому что ну это восхитительное оружие но я рассказал почему она восхитительно то есть насколько это крутые мужики ну так вот скажем до истории оружия вошла браунинг даже в песни на киптаунском порту там есть такие слова спор в кейптауне решает браунинг и на кольц кстати тоже браунинг работал и 1911 кольт это его разработка как ни странно пожалуйста интересно тем что ружье отличается по конструкции самый мой такая отличительная особенность которую выдается это отсутствие передней гайки цевьё снимается очень просто нажимая на эту кнопку поднимая рычажок цевьё снимается и собственно говоря дальше производится разборка разборка ничем не отличается от всех остальных сдергивается ствол сдергивается поршень но хочется сказать о качестве то есть поршень в отличие от новомодных течений сделан как бы одной сборочной единицы он полностью алюминиевый пара проверим пожалуйста да абсолютно невесомый будем говорить честно никаких пластиковых деталей то есть полностью вот такой отличный мы кстати качеством изготовлена мы кстати не сказал что это по моему полуавтомат мне кажется что мы это не проговорили вот это полуавтомат соответственно то я думаю что наши зрители кто в оружии разбирается и кто любит они сразу с первого взгляда поняли что конечно мы снимаем и для тех кто не разбирается вот теперь ребят имеете это называется полуавтоматическое ружьё гладко стволь на 12 калибра да еще отличительной особенностью является качество проработать качество деталей и нет например крючок за который зацепляется патрон в момент когда его выкидывает он здесь подпружинен гильза когда ее затвор вытаскивать экстрадирую да она вот так отлетает при этом сама гильза не мнется не гнется не застревает в принципе ствол по своей конструкции напоминает ствол компании винчестер у ружья sx3 новый с x3 например вот эта часть она не подпружинена она просто сделана штифтом который жесткий и так у него сухой выброс ну брауник там вообще кстати говоря ругался очень сильно с винчестерами там потом он потом от них ушел там что-то они не поделили мы видим винчестер без него вот вот имеем че имеем но тем не менее насколько я понимаю компания брауник принадлежит да ругаться он ругался от них не ушел это да у нас здесь 4 до влазит в подствольный магазин здесь владеет 4 патрона здесь есть для европейских вариантов ограничитель когда вставляется и проворачиваются ограничить надо можно сюда вставлять два патрона по известным причинам сразу снят ибо ибо нечего ибо нечего дать задать фигней в турецком и кстати снимать тоже сразу ограничитель видим для европейского рынка это и это же конструкция является с одной стороны достоинством потому что она такая инновационная и легко сборной но и недостатком соответственно сюда нельзя накрутить удлинитель магазина да да и нельзя увеличить емкость магазин там до 8 до 10 патронов да в этом плане конечно вот это ружье оно такое строгое и вот что есть то есть классическое да тут хочется чего сказать на охоте ну честно я не представляю если только на кого на слона на кита охотится если больше пяти выстрелов но вот уже на например соревнования да она уже получается что лишнего всем догодно потому что все таки у нас у всех по 7 по 8 получается у тебя будет поменьше тем не менее было соревнование по ружью когда я в общем-то начинал подумал какой же так сказать видов мне пойти я понял попытался выстрелять ружье но понял что ружье это не мое я все-таки для стрелбы и спорти выбрал двуствольную тарелку хотя американцы очень часто стреляют именно с полуавтоматических ружей такое ружье в америке стоит порядка 700 800 долларов не всего-то всего это к нам она приезжает и у нас она уже стоит там порядка 3 3 3 с половиной да да сейчас она кстати скажем ребятам вновь новое понятно андреев сколько андреев 12 лет вот а новое такое ружье сейчас их естественно во первых надо еще поискать так сказать да с этой ситуацией но вот я на сайтах смотрел примерно 270 тысяч она стоит ну то есть мы это с бенели наверное можем сравнить вот у нас там по бенельки тоже есть как это видео я попробую сегодня зарядить потому что бенели вот это ощущение зарядки еще помню сравним я расскажу про зарядку покажу чем еще это ружье отличается от того же бенели и пожалуйста берет и вернемся чуть-чуть назад ружье когда собирается она собирается очень просто то есть если кто знает например что надо собрать ствол потом накрутить гайку потом эту гайку контролировать ее насколько она не вошел затвор и теперь присоединение цель я делается вообще вот таким движением все все ружье готового шикарно защелкивается автоматически сама она не снимается для того чтобы снять опять я говорю надо нажать на эту клавишу поэтому ружье моно не отстегивается не растет следить не надо это тоже очень удобно в том что само ружье соединено с антабкой здесь крепление сюда вкладывается антабка шикарно шикарно такой технологический изыск очень шикарно так предохранитель нас понятно как всегда вот он такой механический такой как кстати и уэсэм если посмотреть на сам механизм уэсэм он крепится на двух штифтах мы их можем в принципе вытащить я думаю что не нужно зачем на морозе не будем но тем не менее извлекается два штифта и достаточно просто извлекаются усэм для обработки чистки там непонятно пружина у нас тут наверное да как уже как у всех уходит непосредственно сюда приклад стране легко вытаскивается вот этот флажок вытаскивается вперед не участие затвор чистится клин разбирается вместе там затвором то есть для очистки очень удобный есть у этого ружья две еще особенности которые есть на многих но не везде первая часть это например отсекатель магазина поворачивая его можно отсечь патроны находящиеся в магазине по стволе с тем чтобы они не подавались в ствол покажешь покажу потом все разум второе ее отличие это то что подающий лоток который берет патрон из магазина и направляет его в патроник разделен на две части это первая часть вот эта вторая часть она здесь немножко выступает они я расскажу отдельно почему потому что эта часть она же и достоинства она же и создать людям проблемы я видел многие обсуждения что когда иногда бывают случаи когда патрон застревает тоже покажем да мы попытаемся его добиться потому что происходит крайне редко я в общем потренировался своего свое время чтобы это понять почему и как из этой ситуации выйти без разборки оружия да людям кстати очень классную тему почему потому что я до этого говорю готовился к передаче почитал и на форумах везде написано что значит все если патрон заклинил тут надо все это разбирать кошмар еще думаю блин оказывается андрей показал там вообще нажимаешь и все ребят ну для вас специально с ними мной для меня вот я начитался тоже оказалось что все это решается мы будем сейчас для соблюдением техники безопасности направлять ствол в сторону бустера да конечно соответственно и и потому что съемка у нас сейчас происходит против солнца мы не сможем вот так показать я буду держать ружье перевернутым поэтому в принципе вы увидите все что здесь происходит ну что еще не сказали да вроде все сказали как у всех ружье в принципе никого сейчас этим уже не удивишь а тут внешний чок я смотрю до внешний чок он чок сменный да вот не сказали чем как в принципе как у всех не у всех у меня на обеих цилиндра у меня вообще нету никаких чоков этим служений служение скажем сужений сейчас их уже не ну чок задушить тебя сейчас еще накручено чок у меня накручен вообще парадокс вообще парадокс интересно ну он был накручен и в общем больше я его не снимал андрея вопрос как ты думаешь без них вообще стрелять можно да а то есть просто берем и грубо говоря используем ох ты плохо интересно это было под пулю парадокс да она просто накручивается насадка наконец ствола который закручивает пулю то есть мы без нее можем производить выстрел и ничего не боимся что что-то повредится мы можем производить выстрел и ничего не бояться да ствол соответственно хромированный ну понятно ствол соответственно хромированный ну для охотничьего оружия это скорее плюс да а для спортивного оружия который делает это не знаю говорят что ресурс у это у этого ружья порядка 20 тысяч выстрелов я с него сделал порядка 3000 до за 12 лет при его уста ну потому что у меня есть определенная такая любовь браунингом у меня надо сказать были практически очень большой если перечислить там браунинг gts браунг 525 браунинг 725 браунинг synergy вот браунинг максус и браунинг бар матч поэтому есть чем сравнить у меня единственное чего не было у меня не было браунинг авто авто у него почему не было потому что этот газоотвод он потребляет любые в общем-то навески там а 20 грамм и до до 42 я стрелял этим и безотказно а вот например с и с инерциальным с браунинг авто у меня происходили не перезарядки когда я стреляю вертикальный вверх а вот чем я большой тяжелый мне как стена она упирается да хотя надо сказать что на форумах пишут и про это ружье что она вот прям к боеприпасу очень сильно чувствительная еще думал андрей задать вопрос но он меня опередил то есть видите опять что иногда теория отличается от практики сегодня мы будем стрелять патроном 12 калибра 28 грамм это спортивный патрон да то есть с относительно легкой навеской да кстати сказать с этим вот патрон дробь семь с половиной это 2,4 миллиметра диаметре я в общем-то и хожу на утину охоту все прекрасно работает и не надо опишут что типа меньше 32 грамм все заедает значит и ну кошмар оказалось есть особенность здесь сам коробка она сделана из легкого сплава алюминия да да из-за того что это алюминий это мои личное мнение я сам для себя придумал и в общем сам его сидеть я понимаю что когда стальной затвор движется двигается по алюминию он его изнашивает поэтому я не принимаю определенные меры для того чтобы снизить износ в частности я смазываю все механизмы его молибденовой смазкой обязательно молибден проникая верхние поры и упрочняет и сделает его очень гладким поэтому когда я стреляю там на морозе или там я вытираю практически всю смазку использую только молиб сухую молибденовую смазку понял может быть это является причиной потому что принципе полуавтоматы говорят смазку то не очень любит да да это я тоже читал я сам не владею полуавтоматом ну просто не нравится мне полуавтоматы вот но читал да про это тоже я смогу прям стал теории читать ну понятно подкрепляя практикой чтобы быть действительно разбираться надо владеть и тем и тем но говорят что мир это просто междаются простым тогда когда получаешь ответ на свои вопросы сто процентов конечно так давай андрей покажем про что ты говорил значит смотрите какая еще есть вопрос части ружей которые сейчас вот мне попадали например часть турецкие для того чтобы снарядить магазин сейчас ствол немножко за доску вот еще нужно было нажать на кнопочку дам чтобы освободить вот этот лоток давай двигается вверх мы начнем сейчас снаряжать магазин из состояния когда у нас затвор закрыт закрыт у нас все безопасно здесь предохранитель установлен то есть достаточно просто пальцем его туда подвинуть здесь сделан вот этот вот вырез он настолько удобен что он не заклинивает палец даже в перчатках шикарно ответе палец спокойно выходит дальше вообще просто шикарный момент разрядки как у всех то есть здесь просто нажимаешь и особо же оба освобождаешь можно таким образом не передергивая затвор но в этом нет ничего в общем-то удивительного так у многих ружей так точно вторая часть это когда мы пытаемся дослать патрон непосредственно патроник нажимая вот эту кнопку в принципе это тоже как у всех ничего в этом выдающегося особо не да но что есть выдающий что мне нравится чего нет даром на здравийске такая же понравилось смотрите внимательно я сейчас вкладываю патрон не сразу вот сюда и пытаясь нажать на кнопку а для того чтобы сэкономить например время если у меня я пытаюсь вложить патрон магазин отпускаю его и он отказывается сразу в стволе оружие оружие готово к бою еще раз показываю задержки здесь ничего вкладываю патрон подаю отпускаю заряжу шикарно шикарно это первая часть это вторая часть это непосредственно использование вот задержки не задержки отсечки отсечки но в принципе я уже это увидел на итальянских ружьях и на турецких ружьях я увидел сейчас покупал его собственно говоря не был в чем суть когда же навести мы коробку автомата видим но это я так я понимаю переймем вот так снаряде магазин например так патроник у нас сейчас по моему пустой конечно пустой я и все на предохранитель то есть досылаем если нам нужно заменить патрон ну например патрон поставить ну картечь мистер дроби пусть полетел многие сейчас что делать удерживают вот так вот пальцем извлекают патрон высылают другой патрон да и закрывают вот таким образом вот здесь это делается просто сейчас мы снарядим его опять сейчас здесь у нас патрон в стволе у нас патрон срабатывает ствольная срабатывает отсечка она закрывает его шикарно ты собственно говоря патрон все и можно да что хочет хоть пулю грубо говоря хоть картечь вот навеску побольше например это и плюс это и минус почему потому что это является таким довольно опасным элементом если за одежду отсечка задержка она зацепится и сработает ружье сразу снарядится то есть это и плюс и минус то есть вот таким образом то есть ну надо просто да это и знать понимать свое ружье быть немножко аккуратным ну надо быть не немножко хат нам нужно бы всегда аккуратным и осмотрительным оружие в общем не терпит да 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 тут мы вспоминаем правило стрелка ребят приложим там ссылочки все так оружие пустое ствол до патронник пустой оружие ставим за 1 вроде чё все основное проговорили постреляем мы проговорили попытаемся сейчас сделать момент когда у нас застревает вот точно покажем людям куда нужно нажать чтобы него не разбирать да пожалуйста если можно наверное сделать паузу потому что я не сразу добьюсь этого варианта ну наконец-то мы сумели добиться этого варианта когда лоток который подает патрон стал в какое-то среднее непонятное положение после чего на форум когда обычно пишут что надо разбирать все ружье сразу покажу патронники патроны нет в стволе нет мы оружие на предохранителя переверну его сейчас значит эта кнопка я нажимаю да это не это не задержка то есть она все не она не работает ствол ничего не подает вот таким образом лоток подпирает патрон его видно нет но лоток состоящий состоит из двух частей вот та часть которая короткая вот эта часть конечно было бы это сделать с помощью какой-либо указки вот собственно говоря в этом и есть его причина достаточно нажать пальцем вот на эту короткую часть лотка и тогда он снимется с этой не вреднамеренной задержки и подаст патрон ваша власти слушай прикольно это сделал собственно вот по моему опять это состояние она получается каким образом когда патрон оказывается выше поджатый лотком и он оказывается выше ствола он просто упирается не идет надо патрон немножко подать назад пальцем и нажать вот сюда на лоток нажимать не нужен вот на эту деталь вот на эту на короткую коротенькую на маленькую коротенькую и еще разбирать не на не над то есть еще раз показываю нужно патрон который зажать лотком пальцем сдвинуть назад и нажать вот на эту короткую деталь тогда он его подошлется да все будет хорошо разбирать ничего не надо вообще великолепно вот ребятам сейчас лайфхак такой далее реально классный потому что на форумах прям вот люди этим озабочены скажем так ну не знают предлагаю пострелять ну собственно говоря да поделимся впечатлениями тут ребят сразу оговоримся обязательно надевайте наушники и очки техника безопасности превыше всего мы сейчас сделаем до но говоря то о чем показывали снаряжаем 1 сразу он 2 3 4 но важные 5 был взял 4 в руку собственно говоря он готов кстати говорят еще у него очень быстро да вот это момент перезарядки это не самые быстрые в ружье потому что есть гораздо более быстро а вот видишь как ну тем не менее ну отлично что тут скажешь еще стреляет надежная красивая купить его на тысяч за 100 данные можно сейчас я думаю что бы уж на и ружье она так и стоит причем сейчас есть вариант комбо это 61 короткий ствол отлично пулевой то есть и у него вот здесь идет планка вивера для закрепления прицелинных приспособлений здесь тоже есть закрепление 11 миллиметровая планка но она к сожалению честно говоря не знаю потому что никогда на нее не ставил никаких прицельных приспособлений только там в общем-то по понятным целям который не требует так вообще с него стрелял пулей на 100 метров пуле полевая шестерка разлет где-то сантиметров 15 но это еще и стрелок по всему может быть ну да нет по нормально нормально это очень достойно ствол здесь длинный как мы выяснили да да но это и плюс и минус потому что если ты идешь по лесу цепляется за всем буквально то есть короткий пулевой ствол ну вот от 1 до он позволяет более легко передвигаться я предлагаю с обзором этого ружья да да все закончить потому что вам о нем в общем-то наверняка почти все что сам знаю да ребята не забывайте подписываться лайки колокольчики мы кстати говоря на ранчо что находится в новакуйбышевске переходите на наш дзен если вы из нас на ю тубе сейчас смотрите инстаграм господи вконтакте как он там серёг называется телеграм все есть потому что есть вероятность что с ю тубом мы рассолим алейкум сделаем на территории российской федерации неизвестно все всем спасибо до новых встреч спасибо